Приветствую вас, друзья! Выбрались сегодня на рыбалочку, выходим в Царевщине, в Затонах, через Сок, и пойдем на Волгу. Ну и, возможно, еще и походим потом по Затонам, поищем щуку. Хотя здесь вот сейчас рыбаки на яме стоят, прям тоже охота кинуть по распиннингу. Солнце светит, правда. Не знаю, видно вам, нет? Вон они стоят. А там ямка рыбная, тоже хочется покидать. Че это они там трутся? Непонятно. Сегодня я не с Вовой, сегодня я приехал с своей супругой. Привет! Это Оля, моя жена. Решили сегодня с семьей, короче, покататься немного. Ну, детей оставили с бабушкой, а сами на рыбалочку. Время уже около восьми, полвосьмого, по-моему, доходит. Ну, там уж попозже, дети и все такое, сами понимаете. Вот. Смотрите видео, что у нас сегодня получится. Так, по спиннингу. По спиннингу я взял сегодня один спиннинг собрал, как обычно, свой циркон, 7,30 грамм, двухметровый, и катушечку Blackside на нее одел, авиатор, два с половиной. Нитка здесь 0,8. Также я взял еще с собой Manic, на него поставил трехтысячную испада, тоже, от Blackside, и на всякий случай взял тяжелый спиннинг, контакт. Manic у меня до 25, а контакт до 42. Вот. Ну, тяжелый, не знаю, нужен, не будет, не нужен. Вода сильно упала, будет на Волге течение, не знаю. Короче, пока вот это сейчас собираю, супруга пока наслаждается у меня природой, кайфует. Как только выйдем на Волгу, если она захочет порыбачить, я отдам ей этот комплект, а себе Manic достану. Просто Manic подороже, жалко. Я знаю, что-то аккуратное. Ну, там просто громовка поменьше, надо с ним аккуратнее быть. Так, поставил я свой эхолот, подключил я этот компас. Будем плавать, искать рыбу. По поводу эхолотов эхолокации, кто меня что спрашивает, это все кантону. Все ссылки у меня есть в описании. Мир капитана, это у него сайт, где там все есть. Там и серые аппараты, и не только эхолоты. А сайт Ворунс Самара, это официальный сайт. Там все с гарантией, там все расфиксировано, и так далее. Так что, вопросы по эхолокации лучше мне не задавать. Я шибко в этом не разбираюсь, вы сами это все видите. Если что, кантону. Все расскажет, подскажет, и по ценам, и что лучше, в какую лодку взять. А вот эти мальчики, с какой стороны это? Да черт его знает. У тебя же компас. И что? Просто показывает, что они идут под нами. В какую сторону не показывает. Это как ориентироваться? Для этого нужен паноптикус. У нас какой-то компас же есть. Паноптикус нужен. Компас показывает направление движения, а не направление рыбы, в какую сторону повезут. Чтобы понять, куда рыба плывет, нужен паноптикус. Так что, готовь 500 тысяч мужа. Будем паноптикус покупать. Ах ты ж! Поклевка хорошая была. А что не вытасил? Ну не застеклась рыба. Обидно. Обидно. Не закинь туда же еще? Закинь, конечно. Сейчас еще попробую резину тогда. Раз удар был судака. И удар такой хороший был. Не тюк просто, прям с подтяжкой. Вот есть кто-то. Да мелкий кто-то подвис. Даже не надо форсировать его. Глаза не вырезы. Цепляжуй. Вот это судачишка, да? Кулыки такие, я отсюда вижу. Ага. Ну какой, кулыкастик поймали. Иди. Такой красивый. Но мелкий. Судак красивая рыба. Щука, он такой, знаешь, какая-то злая рыба. Судак еще вкусная рыба. Ой, это щука. Че? Щука злая рыба. Ну. А судак красивая. Он напитает. А это как еще? Какая же рыба-то? Безголовая все время. Минтай и еще какой-то. А как с уникальной, страшная которая. Вообще. Минтай и еще какой-то. Есть кто-то взял. Опять что-ли не крупный. Прям так. Дык-дык-дык-дык-дык. Интересно, кто там добрал. Я прям в яму закинул. Стою на 8 метрах, а там 13. Ну кто ты там? О, какой судак опять был. Все, сошел. Бежал. Такой же маленький. Да, такой же. Течения совсем нет. Рыба не хочет активничать. Я по их ауту нашел в яме все стоит. А, сошел. Хороший был. Ты видела, да? Ничего не видела ты. Нет, я увидела, что что-то прям тяжело как-то. Да вообще. Я так. Я уж хотела обрадовать. Радоваться на караводке будет. Я не успела даже. И удар смачный, и все. Судак, это стопроцентный судак был. Ой, блин, столько поисков, мы уже сколько, часа два, наверное, ходим, да? Хорошую рыбу упустил, блин. Десятло. Так, что у меня здесь? Нет, текла? Нет, сейчас на джиг-головке вот эту попробую. Блин, аж потрехивать ничего, так обидно. Хороший судак был. Ну на, вот это кидай пока я тут соберу. А как надо? Оль, все то же самое. Ничего не изменилось с тех пор, как ты. Смотри, здесь только поводок, видишь длинный какой. Не забывай, железку в кольцо не всовывай. Сейчас я соберусь, тебе если что, я этот отдам. Сейчас я здесь поводок покороче сделаю. Так. В ту сторону бросать надо, ты куда повернулась? Ты что, не видела, куда я бросал? Да я поняла, туда. Ну, разворачивайся. Погоди. Мне бросать тебе? Нет, я просто пока никак не могу. Я же только бросать ничего не могу. Не закрывай, пускай падает. Не закрывай, пускай до конца падает, потому что ты недалеко забрасываешь, оно как раз пока упадет подальше. Почувствовал, как груз упал? Катушку закроешь. Закрыла. А теперь? Вот теперь два оборота делай. И жди, когда упадет опять. Упала? Не так резко, прям шик-шик. Вот так. Когда упал, опять два оборота, шик-шик. Сейчас у меня Ольга поймает судака на 2 кило, да, Оль? По-любому. Ну, давай. Так, это я на титановом поварке сейчас соберу. 25 сантиметров. Там у меня 60 стоит флюр. Опять соберу, если будет Оле сложно закидывать, я ей отдам эту спиннику. Смотри, сколько у окошки. 13 метров. Долго будет закручивать? Ну, да, не быстро. Ты закинула опять? Да. Кройте, кройте, кройте. Нормально? Нормально. Ну, оно еще и по течению падать может. Оно на дно упало или нет? Ты думаешь, что течение такое идет? Оно, конечно, тянуть будет. Как-то не знаешь. Как я почувствую, если там тарикотик? Ну, в смысле, как? Там груз вся 22 грамма запихал. По-моему, ничего не чувствуешь. Жди тогда, когда почувствуешь. Она ударит. Она сделает тюк. Давай, может, камень тебе поставлю вот сюда. Камешком покидаешь или что? Какие? Я еще это-то не пойму, что делать. Как будто бы это, мне прямо тяжело стало. Что, тащить? Ну, да. Течение есть небольшое пока. Как-то не понимаешь. Это прям тяжело. А это, этот, как его? Что? Упирается в бровку. Там же глубина. Нет-нет, тогда уже близко здесь. Ну, я и говорю, близко. Там 13 метров, здесь 8 мы поднимаемся. Он упирается в бровку. Поэтому тяжелее, кажется. Подожди, пока не бросай. Да, я сейчас вон туда вправо брошу. Не даешь заброс сделать. Да, вот так вот именно и делаю. Кто не здесь поймается? Обязательно. Ну, они в данный виде. Да, сейчас 12 метров выпрыгнет крокодил. Кто-то взял прям на падение. Просек ли я его, а? Поставил волостяка у меня там есть. Сто лет стример этот лежит. Ничего не ловил на него. Ольга, подожди, дай я вправо закину. И на падение прям. Толком сделать-то ничего не успел. Ну, похоже на судака. Только не сойди, блин. Что-то мы... Оль, а подсак достанешь? Нет, не достанешь ты, наверное, да? Почему достанешь? Выворачивай, да. Положи спине как-то. Ой, я не знаю, не достанешь ты, наверное, ничего. Как-то к верху тянется. Почему он выпрыгнет? Тяжелее щука. Почувствуй, что хочет. Выпрыгнусь. Размотай волосню. Блин, как будто наверх хочет вылезти. Ой, это щука. Я жгу, наверх хочет вылезти. Да хорошая щука. Нет, нет, нет. Давай сюда. Блин, не выпрыгивай. Опа. Щуку поймали. Странно. Здесь вообще-то судаков ожидали. Я смотрю, он к верху прет. Думаю, как будто на свечку хочет уйти. Опа. Вот такая хорошая щучка. Куда мы щучку? Отпустим, что-то? Никому она уже не нужна. Соседи может. Мамкину. Позвони маме. Сейчас узнаем, нужна щука, не нужна. Уже соседям предлагаем. Ну, хорошая щука. Блин, ну, двушка точно. Ад. Зашевелилась. Стример, я не знаю сколько, уже года три или четыре я его купил. Он так и валялся. Я его каждый раз пробую. Смотрите, что. Закинул по бровке. И вот она падает, падает, падает. Я прям чувствую так. Тюк маленький этот. Ох ты, ёшки. Привет. Щучка нужна? Хорошая, скажи, щука. Хорошая? Ну, давай. Ну, всё. Короче, забираем мы эту щуку. Ну, как-то жалко отпускать. О, хороший. А там у мамы соседи. Им отдадим. Ну, опять мы встали на судака с тобой. Ох, тихо. Тихо, подруга. Ты пока кидай, Оль. Кидай пока, я тебе не мешаю. Может, ты этот клюнет ещё кто. Ну, мы на судака и стоим, Оль. Откуда она здесь взялась, никто не знает. Вот такая волосяка. Ну, сейчас она выглядит, конечно, неприлично, но в воде она так развивается. Я её брал, по-моему, на жериха вообще, этот. Она из шерсти там какой-то, то ли овечьей, то ли из какой-то, очень непонятно. О, какая мамулька. Ну, двушка. Может быть, нет, даже побольше на это. Сейчас мы взвесим, мне интересно. Вот красавица какая. Оль, ты меня сфоткаешь? На мой надо. Не, живот полный. О, он набитый. Набитый чем-то живот. Так, мы делаем ставки, Оль. Сколько? Не знаю, мне кажется, меньше двух, да? Мне кажется, 2200 точно есть. Нет, мне кажется, за два. Давай. Ай, ё-моё, всё-таки порезала на меня. Ну, у меня глаз-алмаз. 2600. 2600 щук. Ну, она видно, она широкая такая. Просто нет. И этот, и крошку мою уже пустила. Ну, рыбалка удалась. Жалко, что судак сошёл. Хотя, чёрт его знает, может, это и щука так была. Это тоже до поры давление висело-висело. А потом, чувствую, начинает вверх идти. То есть, не как судак. Ой, блин, надо руку сполоснуть. Короче, с супругой мы развалились. Сейчас бы ещё она что-нибудь поймала. Был бы вообще прям огонь. Сейчас поймаю. Чуть-чуть достала. Чуть-чуть уже, уже вот-вот, да? Да, я уже чувствую, как падает. Сейчас что-то там. Чуть-чуть крови пустила. Сейчас спиртом промоем. У меня здесь медицинский совой. Крепсосок. Вкусная? Прям хорошо проткнулась. Телефон выключили. Чё привожить-то? У тебя нет ничего там? Да. Ну, и она прям, этот... Нет. Прям большим, большим клубком. Прям шик я палец ей туда, как будто сам подсунул. И прям проткнула. У тебя есть не переловить? У тебя приманок? Ага. Нечего поставить иногда. Скажешь тоже. Здрасте, понравились. Не переловить. Да. Сидишь вот, не клюет и думаешь, чё ж поставить? Чё ж одеть-то? Мне нечего одеть. На чёрт похоже. На чёрт похоже, да. Чёрт напоминает. Именно это и напоминает. Я в Самару, когда начал в Самаре рыбачить на спинниках, первый раз рыбачил на такую катушку. У меня раньше были невские. Ну, невские там всё просто. Кинул её и пальцем тормози. А здесь такую катушку уже современную купил. И не знаю, бросаю, она не крутится. Думал, надо фракцион отпустить побольше. Отпускал до такой степени, что бросить блесну её. Он выкрутил. Потом кручу, не пойму, не крути. Короче, залез в YouTube посмотреть, как пользоваться катушкой. Жесть. А чё у меня был спиннинг? Алюминиевый спиннинг. Я не помню, как он назывался, чей он был. Советский. И невская катушка. Леска там. Не знаю, 0,25, мне кажется, ставили. Я в Иральске жил, в Казахстане. Там и щука была такая, с берега мы её пацанами тягали. Помню, наловим кучу щук. Домой приедем, в подъезде их разложим и давай делить. Сначала в один мешок складывали с друзьями. На даче были. Взяли опять спиннинг, блесну какую-то и на Урал пошли. А там песчаный такой, коса такая песчаная, мы там и купались. А на эту блесну давай кидайте. Судачка такого поймали. Ну, где-то, наверное, килошного портора, я уже шибко не помню. Нам там было-то, наверное, лет по 12. А мы одни на даче уже жили. Сейчас, что, ребёнка в 12 лет одного на дачу оставить? Неа. А тогда мы сами на дачу добирались с мешками еды на автобусе, на велосипедах. И вот мы этого судака притащили. Не знаю, почему мы его не стали жарить. Мы из него котлеты, короче, замутились с друзьями. Котлеты сделали на мясорюке, пожарили. Я всё лето на даче жил. Нет, она, я так понимаю, вообще отпускать будет. И на доске сейчас будет дрейфовать. Вы бендривайся. Нет, она учится на доске стоять. Волна, видишь, идёт. Почему она? Он, что ли, это? А, ну да, мужик. И этот. Видишь, он на доске учится стоять. На этой. Он, видишь, на волне идёт. Вот. Вот, сейчас свалится, по-моему. Э, всё. А он в деталяже? Не, он закрутился просто. Вот твои волны пришли. Ё-моё. Ой, ё-моё. Олег, сядь, пожалуйста. Да всё, они уже прошли. И, оторжем. Да? Олег. Пополивают здесь в ямке, что они здесь сделали. Что там у тебя, да ничего смотрю, всякие штучки берёшь. Есть ещё щука похожа. Оль, приготовь пацак, хорошая щука. Вот тут я удачно встал. Ну давай, пацаком работай, пацаком поработай. Опа, что такое, давай окунай, эй, не смогла. Подожди, 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 вот, вот, нет, подожди. Ты какая резвая, смотри, что. Сейчас, 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 подожди. Да что ж ты подводку-то. Давай, сейчас я на тебя, а ты так, шик под неё, шик под неё. Опа. Вжик. Вот тебе и вжик. Тут пацак-то тяжёлый. Я говорю, в яме здесь что-то должно быть. Поставил камешек домой, попробую. Ну а что, не зря лодки здесь стояли. Сколько их, штук пять, наверное, стоял утром. Угу. Эх, сегодня по щуке. Хотели судака поварить на Волге. Встали на судачье место и поймали щуку. Ну здесь-то ладно, здесь я на щуку встал. Но я камешек поставил, думаю, может быть, окунь какой-нибудь ещё будет. Если окунь не найду, думаю, волей дам порыбачить. Ну уже. Слушай, такая прям, кило двести, наверное. Смотри, это это, как её, пацан, видишь, длинная. О, ещё живая, надо ещё ей дать. Опа. Сейчас посмотрим на сколько. Нет, это кило двести, я думаю. Ну триста от силы, не будет протора, мне кажется. О. Кило четыреста. Короче, ни мне, ни Воле. Она говорит, проторяй, кило триста. Кило четыреста, пожалуйста. Под занавес ещё одна щука. Вот это да. Ещё хочешь порыбачить? Давай, бери его там. На, возьми его. Ну, что ты зацепил ты. Ага. Коляжка. О, качется? Да нет, уже всё. Трава, может быть? Не знаю. Или рыба была большая. Не знаю. Не поняла я. Привет. Здрасьте. Как? Ну нормально, на Волге одну взяли щуку. Правда, на судака вставали, поймали щуку. И здесь вот сейчас пришли, опять щуку поймал. Это спина? Да, вот закинул прямо со дна. Здесь вот что-то утром стояли, стояли. Вот я и смотрел, пять водок утром стояло. Да, чуть вообще ничего не было. Подходи ко мне, я тебе резины надаю. Ну. Давай, пойдём. А я смотрел, у кого-то кукан висел. Может, кукан ловил. Я не знаю. Здесь вот один крючок, может, не демонстрировал, что стоял. Ага. В среду 26-700, по-моему. Ух ты. Это поэтому здесь толпа стояла, да? Да. Опа. Привет. По Ихаоту глубина почти восемь метров. Восемь метров почти? Да, держи. Сейчас ещё дам, подожди. Сейчас я достану. У меня здесь разные. Ты их только это. Не клади вместе. Хорошо? Вот это перемешали. Цвета, да. Вот такие. Сейчас ещё, подожди, накидаю тебе. Чтоб тебе на сезон хватило. Так. Ну, здесь вот уже вообще кишмиш у меня. Здесь они все, я их накидал. Поэтому они в основном все зелёные стали. Держи. Ох, спасибо вам. Да не за что. Лови рыбачь. Да? Ну, встретишь ещё, подходи, я накидаю. О, сейчас подожди, я тебе ещё дам. Сейчас я тебе ещё дам где-то, где умею. Вот. Держи. Синий тилог. Хорошо работает. Не за что. Лови, не хвоста, не чешуи тебе. Ты ничего не поймал тогда? Я нет. Я вот здесь пробовал. Один раз тут нормально плавился. А на выблера я не пробовал? Я нет. Не рыбачиваю. Ну, как сказать. Не исповедую их. Ну, тогда резина, грамм четыре и на мелководье. Да. Ну, я здесь в основном рыбачиваю. А, ясно. Я здесь вот недавно, летом поймал, на 2-700. Ага. Выкладывал. Ну, ты молодец. Вот. И как бы на этом всё. Пару поклёвок у меня было, прям, таких хороших. Одна из пеник. К чёрту тебе тоже. Да, видишь. Ну, вот видишь. Ой. Ты чё, у тебя поклёвка была? Блин. У тебя же клюнуло. А чё надо было делать? Подсекать же. Ты чё ждёшь? Я подсекала просто. Вот так. Оооо. Женщина дает, у неё щука ударила. Точно щука? Ну. Чё? Поль, как тебе рыбалка? Замечательно. А? Жалко, что не поймала. Да? Ну, ничего ещё поймаешь. Я надеюсь. Да? Да. Ну, отдохнула нормально? Замечательно. Просто очень хорошо отдохнула. Короче. Короче, съездили мы с супругой на рыбалку. Жаль, что она ничего не поймала. Но одна поклёвка точно была. Вот здесь удар у неё прям был такой дымк спиннинга. Она такая, ой, а чё там? Короче, не смогла она выловить рыбу сегодня. Будем мы сейчас собираться уже. Устали. Да и дети уже звонят. Говорят, мам, папа, когда? Два часа. Мы во сколько с тобой? Шесть? А, пол седьмого, да? Да. Пол седьмого на воду мы вышли. Сейчас уже два часа. Ну вот, обидный сход у нас ещё на Волге был. Судачок, я думаю, это был. Ну и обидный сход у тебя. Очень обидный. Да. Ничего, всё впереди. Друзья, все ссылки в описании. Есть у меня купон на Титанат. Есть у меня на продукцию на Унтиус купон. Переходите на Дзен. Там все купоны расписаны. Ну и по поводу эхолотов переходите. Всё, ссылка есть в описании под видео. Будем собираться. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем здоровья. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok